После установки цилиндра можно приступать к сборке поршня, а именно установим поршень через палец на шатуне. Ну а уже после этого будем устанавливать колечки. Как и в прошлые разы, проходимся мы с лицом по местам трения, чтобы шла легче посадочка. Также мазюкаем маслом сам палец. Ну и шатунчик тоже обязательно промазываем, чтобы здесь все было отлично. Вот таким вот образом пальчик мы поднасадили и теперь можно оставшуюся его часть промазать. Что касается установки шатуна, каких-то здесь особых требований нет. Поршень у нас одинаковый со всех сторон, поэтому можно шатун установить что так, что так. Разницы нет никакой. Вот таким вот образом наш шатун устанавливаем и начинаем запрессовывать всю эту историю молоточком через какую-нибудь проставочку. Я буду использовать вот такой вот удлинитель трещотки. На маслице оно все хорошо здесь у нас скользит и очень хорошенько заходит. Продолжаем. Когда на одной из сторон мы забили палец заподлицо, с другой стороны можно установить стопорное колечко. Выглядит это все вот таким вот образом. Теперь продолжаем запрессовывать наш палец. Вот таким вот образом я всю эту историю запрессовал. У нас палец уперся в стопорное колечко с противоположной стороны. Вот этот удлинитель на трещотку, он был слишком большим. А я взял вот этот вот шток, который идет на съемник подшипников. На вот эту вот ерундистику. И он здесь на конце имеет вот такой вот конус маленький. И он как раз сюда хорошо подошел. По размеру идеально. Ну и теперь можно устанавливать второе стопорное колечко. Ну вот и все. Два стопорных колечко находятся в своих пазах. И поршень у нас установлен на шатуне. Теперь можно приступать к установке колец. У меня вот есть такой вот наборчик автомобильный. Соответственно 4 цилиндра здесь. Ну 4 набора колец под 4 поршня. Вот. Ну и обошелся этот наборчик мне в 1500 рублей. Написано, что made for Korea car. Сделано для корейских автомобилей. И написано, что двигатель здесь MEMS 966A. Корейских я не знаю. Ну так как это 72 миллиметра. Это диаметр поршня на Таврии. Вот. Быть может, Korean может какая-нибудь на Ланосе. Может быть 72 миллиметра тоже стоит. Потому что их тоже собирали на том же заводе на ЗАЗе. Поэтому не знаю. Ну так или иначе, нам это не сильно важно знать. Вот он у нас этот набор. Из маслосъемных и компрессионных. Двух видов. Сейчас всю эту историю распакуем. И собственно говоря посмотрим, что там внутри. Нужно разрезать. Вот он наш набор колечек. Такие вот симпатичные. Верхняя компрессионная. Нижняя компрессионная. И маслосъемные. Берем каждого по одной штучке. Из руководства по эксплуатации Жуглей перерисовал вот такую вот картиночку. Правильная установка колец. Ну то есть тут у нас боковое сечение в разрезе. Собственно говоря демонстрируется. И мы видим какие должны быть размеры. Размеры это я брал уже из руководства Моторсичевского. То есть верхняя компрессионная должна быть полтора миллиметра. Вторая два. И маслосъемная четыре. Сейчас мы это все перепроверим. И соответственно определимся где у нас вверх, где низ колец. Итак верхняя компрессионная у нас полтора миллиметра. Нижняя компрессионная два миллиметра. А маслосъемное кольцо четыре миллиметра. То есть все размеры у нас корректны. Что касается профиля компрессионного. Он просто прямоугольный. Профиль нижнего компрессионного кольца такой же самый прямоугольный. Только еще с вот таким вот вырезом. И получается вот такая вот история. Профиль маслосъемного кольца выглядит вот таким вот образом, и верхняя и нижняя часть никак друг от друга не отличаются. И если компрессионные кольца разместить согласно вот этой вот схеме, то на верхней их части будет надпись ГРОК. И там, и там. Больше надписей на кольцах нет нигде. То есть верх у нас подписан. А вот на маслосъемном у нас никаких надписей нет, поэтому можно устанавливать хоть этой стороной, хоть этой. Уже по привычной для нас схеме смазываем все благополучненьким маслецом. Причем и канальчики компрессионных колец, и тот, который отвечает за установку маслосъемного. Ну и теперь начинаем сборку наших колец. Сначала разберем маслосъемное, достанем пружинку и будем одевать ее через юбку. Отправляем ее вот сюда на ее место и вот здесь вот так вот сдавливаем. Вслед за ней, так же само через юбку, отправляем и само кольцо. Место, где у нас соединяется пружинка, располагаем с противоположной стороны от замка кольца. Так. Маленько надо подправить всю эту историю. Оп. Вроде бы село. Так, проверяем. Да, колечко наше маслосъемное находится на поршне. Отлично. Теперь берем нижнее компрессионное колечко и перед его установкой обязательно проверяем профиль, чтобы вырезом кольцо смотрело вниз. И устанавливаем его теперь через верх поршня. Ну, в моем случае, конечно же, тут надпись есть, но у вас, если надписи нет, то обязательно проверяйте. Вот тут нужно действовать очень аккуратно, чтобы и кольцо не слезло через верх, да, чтобы не соскочило. И чтобы оно не сломалось, потому что такое вполне может произойти. И чтобы наше нижнее компрессионное колечко не заскочило ни в свой паз, и потом мы не мучились, чтобы его оттуда выкарабкивать, можно сюда вставить чего-нибудь и, так сказать, вот эту вот историю перекинуть вот сюда на поясочек второй. Все, у нас вот этот вот паз не свой, он проскочил. Теперь так же само поступаем и с вот этой частью. Вот так вот мало-помалу тараканем всю эту историю, потом оп, и оно у нас уже вот тут. Нижняя компрессионная установлена. Красота. Ну и самое простое, это установка верхнего компрессионного. Здесь, во-первых, профиль, в принципе, можно не проверять, он одинаковый, как бы кольцо не перевернули. Но у нас есть надпись, где вверх. Вот, поэтому мы отправляем согласно надписи. Клац. Готово. Вот у нас и верхняя теперь находится в своем пазу. Колечки установлены. Теперь нам необходимо расположить коленвал вот таким вот образом, чтобы он у нас принимал шатун. Вот. И чистенькой бумажкой протереть поверхность гильзы. По шатуну каких-то особых правил тоже нет, как его устанавливать. Потому что, что крышка шатуна, что сам шатун абсолютно идентичны с обеих сторон. Поэтому, как отправлять нам поршень вот так сейчас или вот так, тоже разницы никакой нет. Уже ставшая традиция нанесения масла на поверхность. Гильза тоже не исключение, чтобы поршень легенько шел по ней и хорошенько устанавливался. Ну, поршень-то полбеды поршень. Он и так заскакивает сюда неплохо. А вот, чтобы кольца хорошенько двигались. Вот это да. Опять-таки, мазюкаем поверхность колец и поршня маслецом. А теперь мы берем вот этот вот специальный инструмент. Обжимка поршневых колец. И накидываем ее на наш поршень. Сперва хорошенько разжимаем всю эту историю. А затем отправляем внутрь наш поршень с колечками. И вот приблизительно до такого состояния, вот по боковой части покажу, вот до такой части его обжимаем. То есть, чтобы у нас юбочка торчала. А, ну и конечно же, немаловажно. Это так я просто показал, как это делается. Необходимо кольца расставить под 120 градусов. Ну, получилось у нас что-то вроде вот этого. Теперь опять-таки размещаем наши колечки с поршнем. Вот этот вот инструмент. И очень важно не перепутать тоже сторону этого инструмента, чтобы у нас трещоточка под шестигранник смотрела вверх. А то потом придется переделывать. Дальше после установки начинаем вот эту всю историю затягивать. Так, ну, вроде бы все поджали. Вот так вот это выглядит сверху. Вот так вот это выглядит снизу. То есть, плюс-минус у нас все получилось. И отправляем вот таким вот образом наш поршенек. Естественно, с той стороны устанавливаем его так, чтобы у нас сразу же шатун садился на коленвал в случае чего. Далее, контролируя наш контур, маленько начинаем подстукивать всю эту историю молоточком, чтобы у нас поршень маленько садился. Но необходимо всегда проверять вот этот вот контур, чтобы у нас какое-нибудь кольцо не заделось случайно за гильзу. И мы стучали и не сломали его. Ну, в первую очередь, конечно же, маслосъемный имеется в виду. Так. Все. Фух. Это было непросто. Вот тут кольца плотно ходят. Аж как-то даже странно. Может, немного притрется потом со временем. Вот приходится двумя руками крутить, чтобы преодолеть трение. Ну, сейчас у нас все на сухую. Потом, когда двигатель соберется, маслецо зальется, все это будет лучше. Сейчас оставляем поршень в верхнем положении. А все по той причине, что нам необходимо установить вкладыши. А вслед за вкладышами будем устанавливать крышку шатуна. Опять-таки смазываем маслецом вкладыш ту его сторону, которая сейчас будет отправляться внутрь шатуна. И, собственно говоря, внутрь шатуна и отправляем. Вкладыш мы благополучно установили. Теперь подкручиваем шатун, чтобы он у нас, собственно говоря, зафиксировал вкладыш внутри шатуна. Ну, приблизительно вот так. Теперь берем крышку шатуна и смазываем маслецом ее. После чего устанавливаем внутрь вкладыш. И, определив, с какой стороны у нас штырь, а с какой стороны отверстие в шатуне, таким образом размещаем крышку шатуна. И отправляем ее под низ коленвала. Должно получиться что-то вроде этого. После чего берем наши два болта шатуна и вот эту вот специальную ерундовину, при помощи которой будут фиксироваться, собственно говоря, шляпки болтов. И закручиваем всю эту историю. После чего берем 12-ю головку, накидываем ее на удлинитель, чтобы удобно здесь было подлезть. И от руки закручиваем болты, ну, насколько получится. А от руки мы дотянули, насколько возможно. Теперь берем трещотку и всю эту историю дотягиваем. Каких-то сверхусилий по затяжке здесь применять не нужно. Я имею в виду вороток брать или просто рожково накидной и прям сильно тянуть. У нас вот эти усики подожмутся и у нас болты никуда не денутся. Но трещоткой желательно затянуть ну, по максимуму, как получается. Ну, и теперь проверяем, как это все работает. У нас туго идет поршень, а кольца настолько серьезные, что он выдавливает незакрепленный цилиндр. Вот до такой степени туговастенько все. О, после затяжки болтов шатуна при помощи плоскогубцев вот эти вот усики по краям загибаем, чтобы они зафиксировали шляпку болта в определенном положении и он никуда у нас не делся. Должно получиться приблизительно вот так.